Видео подготовлено сайтом online-edz.net. Геометрия 10 и 11 класса Таносян. Задание номер 8. Верно ли утверждение? Утверждение А. Если две точки окружности лежат в плоскости, то и вся окружность лежит в этой плоскости. Это утверждение неверно. И вот сейчас мы это докажем. Ну, выберем произвольные точки А и В. Вообще, через две точки, через точки А и В, можно провести бесконечное множество плоскостей. Но выберем одну из них. Ну, например, это плоскость альфа. Запишем, что точки А и В принадлежат плоскости альфа. Теперь для того, чтобы построить окружность по этим двум точкам, нам нужно соединить точки А и В, найти середину отрезка А и В и построить серединный перпендикуляр. То есть в этой точке провести перпендикуляр. Но этот перпендикуляр мы можем провести совершенно в другой плоскости. Вот так. На этом серединном перпендикуляре мы должны выбрать любую точку. Если нам задан радиус окружности, то мы должны выбрать такую точку, чтобы она была удалена на расстоянии радиуса от точек А и В. Вот точка А. Ну, а если нам радиус окружности неизвестен, то мы можем построить множество окружностей с центром, находящимся на этом серединном перпендикуляре. Вот, например, такую окружность мы можем получить. Вся окружность находится в плоскости β. Ну, точки А, В и точка О, центр окружности, могут находиться в плоскости β. Это совсем другая плоскость. Таким образом, мы показали, что утверждение в пункте А неверно. Теперь рассмотрим утверждение в пункте В. Если три точки окружности лежат в плоскости, то и вся окружность лежит в этой плоскости. Вот это утверждение верно. Покажем это. Ну, окружность. Любая окружность лежит в одной плоскости. Это плоская фигура. Пусть окружность лежит в плоскости α. Если так, то точки А, В и С лежат на окружности. Тогда точки А, В и С все они принадлежат в плоскости α. Но по аксиомии 1 через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость и притом только одна. Значит, по этой аксиомии А плоскость α единственная. И нет никакой другой. Инственная. Нет никакой другой плоскости, такой, чтобы она отличалась от той плоскости, в которой лежит окружность, и проходящей через точки А, В и С, лежащие на этой окружности. Поэтому, если три точки лежат в одной плоскости, то в той же плоскости и лежит вся окружность. Поэтому утверждение в пункте В верно. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...